Обсуждение важных тем продолжилось и в понедельник на еженедельном совещании у главы республики. В прошлом году в Чувашии открылось 13 детских садов. Еще 14 планируют вести в строй в этом. Но всех проблем это не решает. Плюс ко всему с нового года повысилась плата за садик. На 1 сентября выполнена главная задача. Все дети старше 3 лет обеспечены местами в детских садах. Но очередь постоянно растет. Уже сейчас в ней 974 ребенка. Так что потребность остается. Возможно на законодательном уровне придется решать вопрос о повышении возраста охвата детей детскими учреждениями. Но это дело будущего. А пока появилась еще одна важная тема, которую сейчас обсуждают родители. Это плата за детский сад. С принятием нового закона об образовании изменилась система финансирования дошкольного образования. Поэтому поменялись и правила. Например, в столице родители оплачивают только питание и уход. Остальные затраты берет на себя муниципалитет. В зависимости от количества детей родители получают компенсацию. За первого ребенка 30% от уплаченной суммы. За второго 50% и 70% за третьего. Задачу ставим не резкое увеличение родительской платы. Она в пределах 2000 и 2000 небольшим. Она остается в основном в городах. А сельской местности она значительно ниже. Тоже там вопросы возникают. И родители платят на основе положения, которые принимают муниципалитеты по оплате труда. Здесь вопросы и жалобы пошли в последнее время с города Новочебоксарск. С учетом того, что если в Чебоксарах берется расчет время пребывания ребенка в детском саду, то в городе Новочебоксарск там чуть система другая. На сегодняшний день установлен одинаковый ежемесячный платеж. Произведен соответствующий расчет из 80% посещаемости. Так в городе Спутники, если ребенок без уважительной причины не ходит в детский сад, то платить за эти дни родителям все равно приходится. Перерасчет сделают только в том случае, если ребенок болел или у родителей был отпуск. Кстати, в частных детских садах плата за пребывание в несколько раз выше, чем в государственных. От 6 до 14 тысяч рублей. Там родители оплачивают не только присмотр и уход, но и различные дополнительные занятия. В любом случае родителям надо объяснять, на основе каких документов принимаются решения. Да и положения, которые принимают муниципалитеты, не вечны. Время вносит в них коррективы. Галина Титарчук, Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика.